С каждым днём всё больше и больше случаев, когда человек покупает себе новенький монитор и пытается подключить его к своему старому компьютеру, либо наоборот. Практически в 90% случаев возникает типичная проблема несоответствия видеовыходов. К примеру, в компьютере DVI и VGA, а в новом мониторе HDMI и DisplayPort. Решение данной проблемы есть – это покупка переходника с DVI на HDMI, либо с VGA на HDMI. Но чтобы не попадать в подобные ситуации, лучше знать, чем отличаются эти стандарты. HDMI, DisplayPort, DVI и устаревший VGA. VGA или D-Sub – аналоговый и очень древний разъём для подключения мониторов. Появился в конце 80-х, чаще всего разъём можно узнать по синему цвету, но бывают уже и другие. Максимальное разрешение – 2048 на 1536 точек. Через этот разъём проходит только сигнал изображения, невозможна отправка сетевого или звукового сигнала. Штекеры, как правило, оснащены винтами, позволяющие надёжно крепить их в гнёзда. DVI – цифровой интерфейс. В отличие от VGA, используют белый цвет для разъёма типа ПАПА. На данный момент тоже постепенно уходит в прошлое. Также вам нужно знать, что у стандартов DVI несколько – DVI-A, DVI-I и DVI-D. DVI-A поддерживает только аналоговый сигнал, DVI-I поддерживает цифровой и аналоговый сигнал, а DVI-D передаёт только цифровой сигнал. По DVI также передаётся только сигнал изображения. Через него, как и в случае с VGA, не передает сигнал звука или сети. Теперь мы подобрались к уже хорошо нам известному разъёму HDMI – цифровой интерфейс для мультимедиа. Является в настоящее время самым распространённым интерфейсом для передачи видео вместе со звуком. Специальные версии проводов также в состоянии передавать даже сигнал Ethernet. Кроме ПК, HDMI используют проекторы, новые игровые приставки, телевизоры и мобильные устройства. В общем, где только он не используется. В случае ПК применяют две версии HDMI – 1.4 и 2.0. Первая из них позволяет показывать изображение в разрешении 4К с частотой 30 Гц. К сожалению, настолько низкое обновление является абсолютно неприемлемым для большинства пользователей. Версия 2.0 позволяет уже показывать изображение с разрешением 4К при обновлении 60 Гц. К тому же поддерживает технологию HDR. Штекеры не оборудованы системой крепления для защиты от случайного выскальзывания из гнезда. Но стоит сказать, что это не минус. Они и без этого достаточно крепко держатся. Последняя версия HDMI 2.1 вводит резкое увеличение пропускной способности. Спецификация предполагает передачу изображения в разрешении H10K – 10328 на 7760 пикселей. А сможет ли наш человеческий глаз оценить все эти достижения – уже вопрос. Как вы понимаете, маркетинг не спит. В настоящее время всё больше видеокарт имеет только один разъём HDMI за счёт большего количества разъёма DisplayPort. Кстати о нём. DisplayPort в некотором роде конкурент для HDMI обеспечивает самую высокую пропускную способность из всех доступных разъёмов на рынке. Ну не считая HDMI 2.1. Его рыночный дебют произошёл в 2008 году. Версия 1.4 позволяет передавать изображение с разрешением 7680 на 4320 пикселей 8К при частоте 60 Гц или 3840 на 2160 пикселей 4К при 240 Гц. Более ранняя версия 1.3 обеспечивает передачу изображения разрешением 8К при частоте 30 Гц или 4К при обновлении 120. Это гораздо больше, чем может позволить разъём HDMI версии 2.0. Через DisplayPort вместе с изображением параллельно можно передавать многоканальный звук. Также этот разъём доступен в варианте Mini DisplayPort, который совместим с разъёмом Thunderbolt 2. Полноразмерный разъём имеет фиксатор против случайного выпадения штекера. Кстати, очень хорошо сделано. Мне гораздо больше импонирует такое решение, не жалеть огромные винты, как VGA или DVI. Всегда бесили и до сих пор бесят. Ставьте лайк, если вас тоже. Начиная с версии 1.2 и выше, DisplayPort поддерживает Adaptive Sync, следовательно и AMD FreeSync. Этот стандарт также используется в мониторах с непревзойдённой технологией NVIDIA G-Sync. Теперь несколько слов о переходниках и я вас отпускаю. Переходник VGA DVI-I. Понятно, что нужен для того, чтобы с помощью VGA-кабеля подключить одно устройство к другому, имеющему DVI-I-разъём. Есть переходники для того, чтобы подключить DVI-кабель к разъёму VGA. Часто используются для подключения к видеокарте старого монитора, либо современного монитора к старому компьютеру. Кому как нужно. VGA-HDMI. Бывают адаптеры, бывают кабель-переходники. Используются только с кабелем VGA. VGA DisplayPort обычно продаются в виде кабель-переходника. DVI-HDMI. Существует цельный кабель для соединения двух устройств. Стоит сказать, что также существуют и универсальные мультипереходники, так называемые док-станции. Вот только стоят они на порядок дороже, чем обычные адаптеры или переходники. В заключении могу сказать, что DSAB или VGA, хоть и устарел, но его по-прежнему широко используют как при работе с устаревшим оборудованием, так и с новым. На сегодняшний день всё ещё продаются мониторы с одним лишь разъёмом VGA. И их в основном приобретают компании для сотрудников в офис, для работы заказа, рекламные панели. Много где, и ясно почему. Это ведь дешевле. Однако, если и говорить о домашнем компьютере, и если есть возможность, то лучше задуматься о цифровых разъёмах, таких как HDMI и DisplayPort. Они предлагают не только больше возможностей, но и более высокое качество изображения. А пользователи стандартных мониторов Full HD могут спокойно использовать DVI или HDMI. Друзья, если видео было для вас полезным, то оцените его лайком, пишите в комментариях, пользуетесь ли вы по-прежнему разъёмом VGA, а также не забывайте подписываться на канал. У меня на сегодня всё, всем спасибо за просмотр и пока! Субтитры подогнал «Симон»